Препынок в улице Крылова. Мария Нечаева в автобусном парке уже четвертый год. Помогает тысячам горожан добраться в пункт назначения. Женщина признается, здесь буквально нашла себя. Работу менять не планирует. Плюсов много. Самые очевидные, гибкий график, приличная зарплата и отличный коллектив. Требуются сюда также кондукторы и слесари. Премия в конце месяца всегда по итогам, по выплатам, по выполненному плану. Все это тоже учитывается. Ну и также мы, как сотрудники автобусного парка, у нас есть преимущество, у нас служебное удостоверение. То есть у нас всегда бесплатный проезд в автобусе-троллейбусе. По результатам полугодия у нас всегда бывает еще и бригадирская премия, которая начисляется за определенные успехи. Я когда сажусь за руль автобуса, именно, вот все, я отключаюсь, я просто вот кайфую, наслаждаюсь этой работой. Есть вакансии и на заводе тракторных деталей и агрегатов. Здесь требуются наладчики технологического оборудования, фрезеровщики, токари, мастер производственного участка, укладчик-упаковщик, штамповщик, список внушительный. При трудоустройстве, кстати, выплачиваются подъемные. Развитие очень хорошее, завод стремится к новым технологиям очень сильно, и мне это очень нравится. Продвижение по карьерной лестнице, ну, то есть повышение разрядов на новой специальности, так как по этой специальности я работаю два года, более двух лет, то все меня устраивает, то есть очень нравится. Каждый год приходит новый специалист, поэтому, ну, по мере возможности помогаем им, получается, осваиваться на производстве, так как для них это очень новое все. Несмотря на то, что на ТДИА трудится более двух с половиной тысяч человек, завод активно привлекает молодых специалистов. Для комфорта штата созданы все необходимые условия. Предприятие занимается профессиональной подготовкой и переподготовкой рабочих, проводит обучающие курсы. Если будет возможность, то планирую разрядоваться сколько можно дольше, потому что лучшие условия для работы в нашем городе. Коллектив нравится, молодой коллектив, современный. Старшие коллеги всегда готовы подставить свое плечо, готовы подсказать советам и делам, и в этом плане намного проще работать, потому что есть такого положительного. Мобрусский завод тракторных деталей и агрегатов гарантирует предоставление полного соцпакета. Заработная плата выплачивается в два раза в месяц в полном объеме. Также при трудоустройстве выплачиваются подъемные. У нас на территории завода есть физкультурно-здоровительный комплекс и кабинет физиотерапии. Для работников завода посещение бесплатно. Ждем вас в отделе кадров. Кроме того, в Бобруйске есть прекрасная возможность сменить род деятельности. Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома предлагает освоить новые специальности. Список востребованных профессий широк. В городе нужны водители погрузчика, троллейбуса, повара, кладовщики, швеи, трактористы, продавцы, промышленные альпинисты, монтеры пути. В среднем обучение длится от одного до двух месяцев. За 2023 100 человек были направлены в группы переквалификации. Регулярно проводятся электронные ярмарки вакансий. В период обучения управлением по труду в полном объеме возмещаются затраты, связанные с процессом обучения. Также выплачиваются стипендии безработным гражданам и возмещаются расходы, связанные с проездом и проживанием граждан, проходящих обучение вне пределов города Бобруйска. Мотивация и желание – две главные составляющие при поиске работы. Проявив немного упорства, терпения и настойчивости, вакансия мечты не заставит себя долго ждать. К слову, средняя зарплата за 2023 в Бобруйске – 1488 рублей. Дорогу, как говорится, осилит идущий. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Максим Калинин. Итоги недели.